Здравствуйте! Сегодня Международный день борьбы с безнаказанностью, а я хочу рассказать про недействительность сделок и последствия их совершения. Гражданский кодекс называет две основные формы недействительных сделок. Это ничтожные сделки, они ничтожны с момента их совершения и не требуют признания их недействительным судом. И оспоримые сделки. Оспоримые сделки требуют, соответственно, признания их недействительным решением суда. Срок исковой давности для признания сделок недействительным по оспоримым сделкам 1 год, по ничтожным сделкам 3 года. То есть с момента совершения сделки в течение 3 лет такую сделку можно признать недействительной. Какие же основания для признания к сделке недействительной установлены законодательством? Самая распространенная норма, самая часто применяемая, это совершение сделок в нарушении требований закона. Совершение сделок, например, неуполномоченным лицом. К таким сделкам в качестве примера можно назвать сделки с поддельной подписью в документе в договоре. В случае проведения экспертизы данный документ, данную сделку можно признать недействительной. Мнимые и притворные сделки. Мнимая сделка – это сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать дальнейшие правовые последствия. Примером такой сделки может служить, допустим, договор дарения в целях уйти от долгов. Гражданин переписывает свое имущество, оформляет договор дарения на родственника. Но, тем не менее, сделку по факту не совершают. Гражданин как проживал в данном помещении, так и проживает. Притворные сделки. Притворные сделки совершаются в целях прикрыть иную сделку. Допустим, был заключен договор дарения, но на самом деле в стороны подразумевали под собой заемные обязательства. Сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы, кабальные сделки, также можно признать недействительными. При этом под обманом понимается сообщение не только недостоверных сведений по существу сделки, но и утаивание, умолчание об юридически значимых обстоятельствах, которые лицо, действуя добросовестно, должно было сообщить контрагенту. Такие сделки можно признать недействительными в соответствии с статьей 179 Гражданского кодекса. Правовым последствием заключения недействительных делок в случае признания их таковым судом будет являться применение реституции, то есть возвращение сторон в первоначальное положение. Одному возвращается имущество какое-либо, другому деньги. Вот, допустим, примером совершения сделки под влиянием обмана мы нужно назвать следующую. Гражданин А заключил с гражданином Б договор купли-продажи транспортного средства. В процессе владения он узнал о том, что транспортное средство находится в розыске и угоне. Но это не помешало ему совершить сделку, не рассказав покупателю об обстоятельствах обо всех. Такую сделку можно признать сделкой, совершенной под влиянием обмана. Или, например, продавец, продавая транспортное средство, рассказал покупателю о том, что пробег у автомобиля минимальный. В процессе эксплуатации транспортное средство перестало надлежащим образом работать, покупатель обратился в суд, провели экспертизу, установили, что пробег был скручен. Вот еще один пример сделки с под влиянием обмана. Человек, его права и свободы есть высшая ценность. Всего вам самого доброго.